Всем привет, друзья! Это Космосторис и сегодня мы поговорим о гиганте под названием Сатурн-5. Самой большой ракете в мире. Это сверхтяжелая ракета-носитель, длина которой 110 метров. Для наглядности это высота 35-этажного здания. Диаметр 10 метров. Стартовая масса этого гиганта около 3000 тонн. Масса полезной нагрузки 140 тонн. Число запусков 13 из 13. Ракета Сатурн-5 остается самой грузоподъемной, наиболее мощной, самой тяжелой и самой большой из созданных на данный момент человечеством ракет, выводивших полезную нагрузку на орбиту, превосходя более поздние варианты, такие как N-1, Space Shuttle, Energy и Falcon Heavy. Для сравнения, часто используемая тяжелая ракета сегодня, Протон, выводит всего 22 тонны. Последний из запущенных Сатурнов-5 вывел на орбиту космическую станцию Skylab, массой 77 тонн. Только многомодульный мир смог победить этот рекорд. Skylab был настолько огромным, что при потере точки опоры астронавт мог повиснуть и застрять в таком положении на несколько минут, пока система вентиляции не сдует беднягу к одной из стенок. Сатурн-5 остается самой мощной ракетой в истории, ее рекорд пока никто не смог победить. И несмотря на все преимущества этого гиганта, в мае 1973 года проект был закрыт. Сегодня используются ракеты куда меньшего размера, с гораздо меньшим выводом груза на орбиту. И тут появляется логичный вопрос. Если Сатурн-5 могла выводить 140 тонн, то почему не используют ее сегодня? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к истории создания ракеты. Дело в том, что ракета обладала беспрецедентной сложностью. Стоял вопрос, кто будет ее строить. Фон Браун выбрал разделение труда. Это позволило ему выбирать лучших из лучших во всей промышленности. Он мог задействовать самых опытных людей в своей стране и даже мире. Скорость разработки действительно получилась очень высокой. Для подрядчиков решение означало крупные заказы, а не огромный заказ для кого-то одного. В итоге основная доля распределилась между тремя компаниями. Боинг, Североамериканская авиация и Дуглас. Они производили три ступени, из которых состоит Сатурн-5. Всего в производстве ракеты было задействовано более 20 тысяч подрядчиков и субподрядчиков. Такое Лего еще не видел никто в истории. И понятное дело, не все из них существуют и поныне. Многие компании, которые участвовали в создании ракеты, не дожили до наших дней. Некоторые из оставшихся сменили структуру и несколько поколений сотрудников. Но ликвидированные организации это не единственная проблема. Даже если бы все компании все еще существовали, они вряд ли смогли бы начать производство. Каждый из подрядчиков держал собственную документацию по производству, которая могла быть утеряна. Даже если она не утеряна, она может храниться в каком-то из складов. На каком, знает человек, который там уже не работает или вообще умер от старости. Но давайте представим, что документация откуда-то появилась и была собрана воедино. Мы смотрим несколько дней или даже месяцев на все это и к нам приходит осознание, что ракета Сатурн-5 состоит из более трех миллионов деталей. Сам корабль Аполлон и лунный модуль добавляют еще несколько миллионов. Сборка и управление подобными аппаратами – сложный процесс, масштаб запутанности которых едва подается человеческому сознанию. Любые изменения в конструкции тоже потребуют изменений и переписывания этой бумаги с инструкциями. Опять же, несколько лет уйдет на повторное проведение испытаний и моделирования. Можно сформировать новые методики действий и операции по управлению, написать новую документацию, можно обучить людей. Но все это означает фактическое создание ракеты с нуля. Так и получилось. С 2004 года создается сверхтяжелая ракета СЛС, конструкция и характеристики которой напоминает Сатурн-5. Ракета будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Орион, разработка которого также была начата по программе «Созвездие» в 2004 году. Система в базовой версии будет способна выводить 95 тонн груза на опорную орбиту. Дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн. На ее первой ступени установлены четыре двигателя Шаттла. Своей самой тяжелой модификации СЛС должна побить рекорд Сатурна-5. Предполагается, что на момент первого запуска СЛС станет самой мощной из находящихся в эксплуатации. Старт сверхтяжелой ракеты планируется в 2020 году. Субтитры создавал DimaTorzok